Всем привет! Это Илья Маликов из группировки Harder.ru. Добро пожаловать в наш домашний эндурный карьер. И это второй тест-драйв мотоцикла. И на второй тест-драйв мы тоже решили взять китайского производителя по двум причинам. Во-первых, многие из вас писали, да, вы уже видите сзади, за спиной моей, это Avantis. Многие писали, что, ребята, протестируйте Avantis, потому что слишком много заказных обзоров тест-драйвов, а вы сделайте честно. Мы по-прежнему все делаем честно, не проплачено. Сегодня, так сказать, расскажем всю правду матку. Во-вторых, все равно гложет что-то, когда гонщика Avantis Тима Черняев обгоняет тебя, кто-то ешь на КТМ, он едет на китайском Avantis, что-то ёкает, что-то вот прям вот ощущение, что хочется закончиться заниматься Harder, если вот молодой пацан на китайской технике тебя обгоняет. Поэтому хотели попробовать. Может быть, действительно она настолько хороша, что на ней можно бороться за первые места, и нам тоже, или мы уже достаточно старые для этого. Да просто не так хорошо ездим. Все сегодня прошло не так. Тестировать, доставать, ездить на этом мотоцикле должен был быть Миронов, естественно Миронов. Но по какой-то причине человек, который никогда не опаздывает и каждый раз мне стоит в укор, что я опоздал на пять минут, проспал на два часа. Два часа, представляете? Поэтому придется мне все делать за него работу. И я надеюсь, в концу тест-драйва он подъедет и до тест-драйвит этот мотоцикл. Я не знаю, что за мотоцикл нас ждет, потому что заказывал Миронов. Он будет с воздушным, с водяным охлаждением, сколько кубов, непонятно. Но тем интереснее, тем интереснее. Это 250-ка с водяным охлаждением, 43 моточасами. Как раз писали о том, что тест-драйв новых мотоциклов, это, конечно, хорошо, но что с ними происходит через год или полгода владения, через сезон? Ну что, 43 часа в целом для среднего индуриста это как раз где-то почти целый сезон. Так как для меня этот тест-драйв, собственно, был импровизированный, мне пришлось быстро определиться, как его провести. Технология будет такая. Я беру какой-то технический подъем, элемент, спуск, что угодно, спрыжку, заезжаю на КТМ, после этого пытаюсь сделать то же самое на Avantis. И сравниваю, насколько на Avantis тяжелее это делать. Понятно, что чужой мотоцикл подъемки, даже если вы возьмете КТМ вашего товарища, то там все будет по-другому. По-другому газ, по-другому винастроенные, рычаги, сцепление совершенно по-другому работает, звезды другие стоят, резина стоит, даже та резина стерта по-другому. В общем, разные мотоциклы, они работают по-разному, даже если они одной марки, одного года и так далее. Естественно, сложно сравнить, будет здесь совершенно разные колеса, разная тяга, разное количество тактов. В мотоцикл нужно вкатываться, чтобы ехать на нем хорошо, чтобы понять, примерно, может ли он выполнять те же действия, могу ли я со своим навыком, скиллом выполнять те же действия на китайском 4-м мотоцикле, с 250-кубовым. Этого будет достаточно. Давайте про мотоцикл. Что мне удалось увидеть? Значит, здесь стоит 52-я звезда. Это хорошо. Это значит, что за счет звезды у нас будет легче подниматься в какие-то подъемы. Переднюю звезду я не смог посчитать количество зубов, но я думаю, что 13. Здесь стоят какие-то специальные не ломающиеся рычаги. Они должны не ломаться. Вот, да, видите, они вкладываются вверх. Я полагаю, что это доп. опция, но если это также из Китая, то в целом они выглядят неплохо и, наверное, не так дорого стоят. В целом, если вы катаете без защиты ГАРД, да, без таких металлических штук, то вот эти вот вещи вам могут помочь. Кроме того, что сейчас 43 часа, вот эта вот 62 и подпись розовая, это говорит о том, что этот мотоцикл участвовал в Чемпионате России в Ставрополье по эндуро. А он был где-то в октябре месяце, то есть этот мотоцикл используется как минимум уже с октября. Ну, то есть точно больше, чем полгода, поэтому все у больнящики должны были уже всплыть, либо починиться, либо сейчас они просесть всплывут. Здесь поставлена металлическая защита двигателя внизу. Я думаю, что ее можно заменить на пластиковую, я не думаю, я уверен. Металлической защиты можно ставить там на дорожном мотоцикле, тяжелый, где бордюр, а здесь пластика будет больше, чем с глаза, но тем не менее она стоит. А я думаю, что здесь что-то намудрили с подвеской, судя по всему, но что конкретное, под какой вес настраивался, сказать не могу. И что самое интересное, работает стартер. То есть КТМ очень долго не мог решить проблему с ломающимся стартером. Это была целая эпопея. Почему-то китайцы смогли решить. Самый непонятный для меня элемент это вот это вот, смотрите. То есть вот этот вот ключ, который в целом выглядит, я не знаю, ну просто очень паршиво, его можно потерять. И самое что интересно, его можно, мне кажется, сломать. Вот мотоцикл будет там где-то ковыряться, удается ветка, этот ключ может просто отломиться. Зачем он сделан, непонятно. Навряд ли в Китае есть какие-то технические требования, которые требуют о том, что мотоцикл заводился только с ключа. Возможно, это для тех, кто использует мотоцикл для города, с удовольствием с ПТС. Не знаю, с удовольствием они с ПТС или нет. И чтобы мотоцикл не украли, они используют ключ. Но для меня это было, я пытался завести с КИКа и так. И думаю, все, здесь высадился аккумулятор. Хорошо, что оператор, который меня снимает, когда я укатался на авансе, он говорит, а вон ключ там где-то находится у тебя под ногой, проверни его. Не очень логичная вещь, но тем не менее. Меня бесит жутко вот этот шланг. Он, наверное, засовывается сюда, но я его не могу досунуть без ведущего рубрики 313 дурного хаков. Давайте попробуем в старте. Мотоцикл холодный, погода относительно холодная. Так, готово. Пробуем заводить. Поставил нейтралку. Заводится. Выходится с полуоборота. Что, как мне кажется, очень важно для тех, кто выбирает крестский мотоцикл. Это хороший звук. Хороший звук выхлопа. Потому что, когда вы будете ехать вдоль речки, по полю, и нужно будет попугать рыбаков, выживаете сцепление и подгазовываете. И все, о, ничего себе, вот эта машина, вот это зверь. Если же питбайки научились делать выхлопы такие громкие, пердящие, то, ну, с авансом тоже есть. Сейчас послушаем. Ну, кстати, что очень важно, очень маленький ход газа. Не знаю, с чем это связано. Может быть, его можно настраивать. Но, опять же, для большинства тех, кто выбирает мотоцикл Avantis, этого хода газа больше, чем за глаза. И вряд ли вы когда-нибудь его используете реально до конца, когда нужно. Что еще по поводу пластика? Пластик, конечно, по мягкости. Он, ну, чуть хуже, чем на КТМе ломается. Но при этом все взаимозаменяемо. Мы были на данном тренировке. Мы брали это крыло и ставили вот на этот мотоцикл, потому что один из товарищей, которому дал покататься, сразу его разбил. Ну, все, что говорить, надо пробовать. Снимаю куртку, беру самый простой подъем, заезжаю на КТМе, потом делаю то же самое на авансе. Третья в палац. Не тянет в этом песке. У нас там есть небольшое углубление, поэтому нельзя прям разогнаться так до конца. На второй передаче я заехал. Ну, что, для закрепления успеха заеду еще раз на второй передаче. Вот этот подъем, это первый тестовый подъем. Мы по ребятам показываем, которые приезжают на открытые тренировки. И не все на японцах, китайцах и австрийцах его заезжают. То, что удалось заехать на второй передаче с первого раза, ну, это уже неплохой результат. Нужен ли вам возможность заезжать такие подъемы на этом мотоцикле? Непонятно. Скорее всего, целевая аудитория у этих мотоциклов не поедет в такие подъемы. Но даже если вы дорастете до таких подъемов, и у вас все еще будет китайский мотоцикл, то в целом вы можете его штурмовать и, наверное, более вкатаны будете, чем я в него. И вам будет гораздо проще. Так, еще разочек на второй передаче. Просто газ не отпускал. Я его там открыл, выкрутил до конца. И вот так отпустил, и как раз заехал. Чуть-чуть хочется большей мощности. Может быть, 450-ка и даст большей мощности. Что хочу сказать? Когда ты едешь на этом мотоцикле, ты воспринимаешь все как должное. А когда ты на него садишься после более слабого мотоцикла, понимаешь, что ты выкручиваешь ручку газа на процентов на 50 максимум. Еще огромный есть запас. Ну, основная мысль, которая появляется, что ездя вот на таких мотоциклах аналогичных, мы используем их потенциал процентов на 60 максимум. Только прорайдеры, которые выступают на мире, их используют близко к 100%. И это можно использовать на все 100%. Ну, а что, кстати, вот такой вариант вполне отработан. Два из двух проехал. Там, где нет вот этого песка, в который завязает он, может быть, из-за колеса, да, она все-таки поуже, и шашка не совсем песчаная. Вполне нормально проехался. Единственное, что, конечно, я думаю, это бизнес со стороны. У меня очень странная посадка и стойка, потому что мотоцикл мне маловат. Но, что вы понимали, мой рост 191 сантиметр. Для меня и КТМ она маловат. Я сейчас буду ставить себе руль увеличенной и заниженной подножки, то есть, чтобы быть более гармоничным на нем и более правильной стойкой была. Те, кто ниже меня и выбирает мотоцикл, для вас как раз это будет плюсом. То, что у него ниже сидуха, ну и в целом он как бы, по ощущениям, пониже и по стойке, и по посадке. Не так давно я записывал обзор на 701 Husqvarna и говорил о том, что мне нравится, что на ней ехать больше 130-140 км в час некомфортно, потому что до этого у меня был 1.2 литра Adventure, на нем ехать 180-200, ровно так же причине, что 120. И мне это не нравилось, что скорость не ощущается. И это небезопасно, как мне кажется, все-таки скорость 120 это вполне нормальная скорость для города, для мотоцикла. Я как-то дал папе поездить на вот этом мотоцикле. Ну, как поездить? Он проехал сантиметров 30, а потом мотоцикл сделал бэкфлип и он так же приземлился на спину. Через два года я дал своему коллеге попробовать мотоцикл, тоже КТМ. И через три метра этот КТМ взлетел и пропорол от задней двери до переднего крыла весь мой Каен. Вот, то есть, там уже был кулак засунуть. То есть, этот мотоцикл нужен для тех, кто умеет управлять и понимает, для чего это нужно. То есть, это двухтактный зверь, который нужен в очень ограниченное количество гонок. 70-80% гонок, в которых я лично участвую, этот мотоцикл, в нем нет необходимости. Такой мощи, такого подрыва, таких низов и так далее. А если вы не чувствуете в себе уверенности или выбираете мотоцикл, и вы просто хотите кататься без возможности куда-то улететь, может прокат, еще что-то, вот мотоцикл, как бы вы не выкрутили газ, вы все равно будете в очень комфортной скорости. Да, этот мотоцикл нужно выбирать траекторию правильнее. Он не прощает каких-то ошибок на разгоне. Нужно разгоняться так, чтобы у вас реально ручка упиралась. Да, там приходится поработать тело, может быть, в конце подтолкнуться ногой, но по факту я оказываюсь наверху. Внимательные зрители помнят этот подъем. Я раскатал его, когда мы тестили предыдущий китайский мотоцикл, и Миронов пытался на него заехать. Раза шестого или седьмого ему это удалось. Проблема этого подъема в том, что здесь разгон с поворотом. Это вообще один из самых сложных элементов, которого мало кто отрабатывает, потому что все выбирают как можно больше разгон и открываются до конца. А вот разогнаться так, чтобы быстро пройти поворот в таком вкроссовом режиме и залететь наверх. Да, здесь нет песка. Здесь уже есть колья. Посмотрим, получится или нет. Опять же, начнем с австрийца. Ну, а дальше будет, что будет. Ну, понятно, да, что я потерял траекторию, выехал на целину. У меня поднималось переднее, я его опускал. Было легко, да, был хороший зацеп, и трехсотка позволяла с любого момента начать продолжить движение. Сейчас еще раз попробую заехать. Ну, чисто, что ли, да, вот именно по траектории, как должен будет ехать аванчик. Ну, все, будем считать, что чистый проезд есть. Немного мешался аванчик, стоящий на траектории. Сейчас попробуем на нем. Но вот сейчас я реально не уверен. Будет без какой-либо наигранности. Все-таки вот в этом подъеме нужен был момент, которого, мне кажется, не будет хватать. Здорово. Здорово. А второе, если бы он не опоздал, я бы никогда не поехал на китайца, вот на эту, на эту гору. На нем заезжать гораздо сложнее, гораздо больше уже работать телом, гораздо лучше убирать траекторию. То есть с точки зрения технических скиллов, которые нужно использовать для заезда, гораздо больше. Может быть, это хороший тренажер. Попробовал я сейчас покататься на авантисе. Первое ощущение от мотоцикла. Мотор, скажем так, работает нормально, но в середине. То есть вверх у него пустой, он завинчивается. Момента даже на середине не хватает. Но на прямяках, на обычных поверхностях серединка вполне себе хорошая. Подвеска не выдалбливает, но жестковато. Мне кажется, он перескакивает там волны, какие-то кочки, не потому что она работает, а потому что, ну потому что просто слишком жестко. Она их перескакивает. Здесь 43 часа. Я уже отбил задницу себе об сиденье. Ну, видите, то есть она просижена до рамы. Сцепление очень легкое, схватывает там, где нужно. Это очень комфортно. Но пока мне страшно почему-то ехать. Ощущения от мотоцикла, в принципе, нормальные. Кроме того, что он не прогнозируем для меня почему-то. То есть я не понимаю, что будет с ним в следующий момент. Может, надо побольше поездить, чтобы понять, или я просто не привык к данному мотику. Давайте еще чуть-чуть катнемся, и, может быть, я еще что-то скажу. Но второй перевичивать мотор на третий не хватает. И мне кажется, это то ли звезды, но, скорее всего, коробка. Что-то с передачными отношениями. Надо посмотреть по каталогам, какие они, насколько они совпадают с австрийцами. Может быть, конечно, для 250 это совершенно нормально. И мы очень давно не ездили на 250-ках. Хотя до этого у меня была шерка с похожей мощностью. И там хватало мотора. Здесь, конечно, можно простить это 250-ки. Что еще хочу сказать? Очень короткий газ. Просто безумно короткий. Может быть, из-за этого он так и весело едет. Все, мы протестили, все рассказали. Я свое рассказал, Данил свое рассказал. Я не слышал, что рассказывал Данил. Данил не слышал, что рассказывал я. На монтаже все это посмотрим. Это второй тест-драйв. Это второй тест-драйв китайского мотоцикла. Первый тест-драйв реально зашел на момент съемки. Это уже 25 тысяч просмотров за 6 дней. Это круто. Это круто, ребята, спасибо. Мы понимаем, что это вам нужно, значит. Да, да, мы будем снимать дальше и будем снимать. У нас в ближайшее время итальянец, а потом подойдут китайцы, питбайки. Питбайки, мы поедем здесь на питбайке. Я не знаю... Кто? Я не знаю, кто, но мы поедем здесь. Я не знаю, что это будет безумно весело, потому что... Ну, представьте, да, даже Данилин рос на питбайке, а мы это вообще... Короче, будем отрываться. Мотоцикл жены Миронов продолжает выбирать. Если вы возите мотоциклы, если у вас свой бренд, свое направление, он чем-то отличается от уже протестированных, пишите нам в личных сообщениях. Там будет ссылочка внизу. Мы, собственно говоря, с огромным удовольствием... Удовольствием. На определенных условиях протестируем мотоциклы. Все, кто писал, что, типа, вы забыли сказать, что на правах рекламы сколько вам заплатили. Фак оф. Ребята, никто нам не платит за то, что мы говорим правду. Да, мы сейчас берем деньги за то, чтобы окупить вот этого парня за камерой, монтажера, постпродакшн и так далее. Но конкретно за то, чтобы он сказал что-то положительное или отрицательное, мы не берем деньги. Я думаю, что и никогда не будем брать. Нам авторитет нашего мнения гораздо важен, чем какие-то деньги, которые, мне кажется, могут предложить дистрибьюторам мотоциклов. Теперь все просто. Пишите в комментариях, какой следующий мотоцикл вы хотите, чтобы Миронов протестировал. Надеюсь, он на следующий тест-драйв не проспит. И тот комментарий, который наберет больше всего лайков, ну или первые три комментарии, кто наберет больше всего лайков, те, собственно, мотоциклы мы будем пытаться выцепить на тест-драйв. Все. Пока. Пока.